Добро пожаловать в Вилок в Утрихт Veggie World и он приходил в Веркспор-катедра, о котором чуть позже вот такое вот помещение, но там вот и туалеты были организованы очень открыто, скажем так, раньше здесь производили поезда, но сейчас по программе у нас Root Health, это молоко из Америки, по-моему, производитель, у нас продается несколько вкусов его, ну, я бы сказал, ничего особенного, то есть, как и любые другие марки, Alpro и остальные, вполне себе, но вот это вообще тема, это Vegan Bakery, если вы в Голландии вдруг окажетесь, то определенно советую их продукцию заценить, вот так вот страничка называется. Мы, собственно, начали как раз с чайка, здесь пахлава, все такое, сладости, всякие вещи имеются для того, чтобы стартовать день, который на самом деле в тот день стартовал очень рано, может слишком рано, но для офисных работников день стартует всегда в одно и то же время, заканчивается примерно в одно и то же, и вот сервис Vegan, такой вот есть в Голландии, чисто по Голландии рассылают, особенно для офисных работников популярно. Собственно, вот этот гаджет вы, наверное, видели на моем канале, причем гораздо дешевле. Это тоже, не знаю, может кто-то угадал, из чего эти сумки сделаны, ну, раскрою, это камеры старых велосипедов марки Phantom, или Phantom, можно определенно заценить, если сами не сможете его сделать. Майонез веганский, различные сосиски и прочее, конечно, здесь тоже присутствуют. А вот это, наверное, вы уже видели, это с макарон, я не знаю, вот так он правильно называется или нет, но довольно-таки сладкая, как по мне, слишком сладкая штука. Камила держит, собственно, меню с разными вкусами, выбирает разные. И я вот запечатлел нескольких людей, точнее, видел, одного запечатлел на инвалидной коляске, тоже все это подготовлено, конечно же, для таких людей. Вот те самые с макароны. Веганс тоже был на выставке, но не так много они представили всего, там чисто на пожрать, потому что я все уже пробовал. Этот лейбл, надеюсь, вы знаете, он вроде как из России, тайга, по крайней мере, продукты из России. Здесь был представлен фондю веганский, вот в хлебе, макать и пробовать. Камиле понравилось. Я был на стенде Клиффа, тоже закупились мы, и по этому поводу отдельное будет видео, потому что набралось дофигище продуктов. Вот как видно здесь, Клифф, это сестра, в том числе его сыр купила, Happy White. Так, в Утрихте начался дождь, который через часик должен закончиться, поэтому я перешел на GoPro, и мы идем в центр Утрихта. Я был в свое время в Утрихте, в Ярберс Утрихта, где, собственно, Армен Вамбюрн производит свои феноменальные треки, кому нравится, кто фанат этого дела. Но там был Армен Онли, и сейчас мне нужно пропустить этих велосипедистов. Утрихтский вокзал, такое классное здание, на самом деле, современное, выглядит вот следующим образом. Мы, конечно же, приехали на машине в этот раз, потому что с немецкими поездами будет влететь в копеечку, да и по времени будет очень долго все это длится велосипедом. Вот именно здесь нельзя, но можно здесь. Здесь можно делать обзорные велосипеды просто бесконечно. Вот такие велосипеды в том числе популярны, то есть велосипеды-тягачи, в которые много чего можно положить, и куча Холландрадов. Кто-то говорит, что Голландия, Голландия. Нет, Холландрад до сих пор называется. Я никогда еще не слышал, чтобы велосипед, собственно, вот такой вот формы называли Нидерландрад. Нет, они все еще Холландрад называются. Но эти велосипеды везде, просто везде. Собственно, это Голландия. Добро пожаловать. Доброе утро. Конечно же, блин, здесь дофигища велосипедов должно быть. Ничего удивительного. Но и есть вот лошади, к сожалению, зум не работает, но без ног. Что это такое? Летающая тарелка прямо на здании приземлилась. К сожалению, без зума, ребята. Это чайник. И как это тоже популярно и характерно для Голландии, здесь куча просто тесел. Тесел. Так, сколько стоят квартиры в Голландии? Собственно, например, возьмем вот это. Это пентхаус 100 квадратных метров. 1600 евро в месяц. И это, в принципе, более-менее нормальные цены для такого большого города, тем более в Голландии, жить дорого. А, там купить. И сколько тут стоит? Вот это, этот пентхаус получается тоже с огромной террасой, да, судя по всему. 350 тысяч, ну, вполне. А смотрите, тепло, да? Относительно. Ну, 12 градусов, наверное. Сейчас пойдем на другой стол. Здесь столько всякой красоты. И мне так жалко, что я не взял свою настоящую камеру. Здесь какой-то странной формы здания с вот такой витрин, которая напомнила мне трейлер Белы, седьмой, по-моему, части. Я ни одну не смотрел, конечно же, целиком, потому что блевать от содержания этого фильма Охота. Но вот напомнила трейлер. Так, здесь у нас имеется, судя по всему, задел до 2030 года сделать утре климатически нейтральным городом. Я не знаю, как это точно по-русски называется. В любом случае, чтобы этот эквивалент CO2 был нейтральным. И, надеюсь, я правильно перевел. Но, собственно, вот он, центр города. Так, и вот это платная стоянка велосипедов здесь в Утрихте. Потому что на входе мужчина, который принимал людей с велосипедами, сканировал что-то, скорее всего, билетики какие-то. И, наверное, эти велосипеды под охраной. Не часто такое место здесь увидишь. Но передо мной здание почты. Не самая новая конструкция. Но, я думаю, почта приходит все равно. Фуалет. Снова, что у меня есть iPhone еще, кроме GoPro. И это один из самых популярных велосипедов в Голландии. E-bike. OneMove. Да, это фактически E-bike. Можете заценить на официальной странице, где и как здесь расположен мотор или батарея. Но выглядит, конечно, четко. Мы оказались на довольно-таки тихой улочке, в которой вот такие вот домики. Вроде все нормально. Но если посмотреть вверх, то там расположены сады, террасы, то есть у людей. И вообще классно, блин, сделано. В Голландии очень здорово все разделено. То есть автобусы отдельно ездят, велосипеды отдельно, пешеходы отдельно. Причем от велосипедов нужно укрываться просто в путь. Они ездят как сумасшедшие. Поэтому нужно смотреть серьезно, где ты идешь. Здесь действительно разделение. Ты не можешь просто так идти по велосипедке, как в Германии. Я никого не трогал. Просто шел по Утрихту. Бум. Тут вот очень-очень узкие улочки. И такие же узкие, как видно, машины. У нас имеется мельница. Наверное, все-таки не Рэбмарта, но... Фокус Пайкс. Просто мега уютное место, где можно посидеть. Летом, наверное, лучше. Все-таки сейчас холодно сидеть. Но здесь просто так уютно, так тихо и так спокойно. Мусорка стоит. Все чисто относительно. Куча велосипедов. Вроде как куча велосипедов, куча машин, но все равно тихо. Мы не запарковались в самом центре города. Потому что здесь стоит, а именно 4,27 в час и 30 евро за день максимум. То есть целый день стоит 30 евро будет стоить. Ну, не знаю, по-моему, это очень дорого. Камил, куда пошла-то я вон здесь запарковал. Так как места мало, на самом деле. Вот такие вот домики. Собственно, такой вот участочек, что ли, в начале. Дома, где стоит велосипед или скамеечка или еще что-нибудь такое. Потом в подвале там кухня и сверху офис. С самого верху, на втором этаже, получается, скорее всего, спят люди. Но вот такие вот квартирки стоят. То есть этот центр города, кстати, Тесла опять проехала, модуль 3. Здесь их целая куча. Да, такие вот домики как раз и стоят. Где-то по полляма и лям. Но в Амстердаме цены еще выше. В Утрихте все-таки за счет того, что это не самый-самый город. Вот цены чуть пониже. У нас имеется Бэтвин Трибан 500. И это хорошее отношение цены и качества, наверное. По крайней мере, его не крадут. Это странно. Но вот здесь уже совсем нечего красть. Велосипеды уже практически срослись с этим деревом. И на заднем фоне, посмотрите, вот такая вот огромная мельница. В 1915-13 даже году устроенная. Купили фанту и вкус. В конце дня из города мы возвратились снова на выставку, чтобы отужинать. Была пицца вообще классная. От французов. В принципе, национальность, конечно же, не важна. Но важен вкус. И это было реально вкусно. Хот-дог и бургеры. То есть все было на старте. Иронично, что на выходе из выставки можно увидеть местную промышленность. Прямо на выходе. Ну это было все на сегодня. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.